Я в свое время глубоко поразила книга Зиньковского основы «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии». Очень глубокая книга, которая для педагогики может быть основой, но и также для психологии. Тезис примерно следующий, что нельзя дать просто свободу человеку, как это делают многие педагоги. Даже это делал известный педагог Бенджамин Спок, а потом в конце жизни от этого отказался, от этой парадигмы, что дать свободу и все будет хорошо. Человек разовьет свои лучшие таланты, качества и так далее. Особенно ребенку, когда он немножечко еще не окреп, не освоил какие-то знания, навыки, не окреп, так сказать, духовно. А почему? Только христианская антропология дает ответ на этот вопрос, потому что природа повреждена человечеством. Безусловно, это самое главное. Повреждена. Но есть еще более глубоко, чем поврежденность природы человеческой, есть образ Божий в человеке, опираясь на который он сам может восстать из любой ситуации. И педагог может опираться на него, и психолог в этом смысле может, опираясь на него, работать самыми сложными случаями, самыми трудными жизненными ситуациями, как бы поднимая человека на определенную ступеньку, и позволяя ему преодолевать вот самые тяжелейшие жизненные ситуации. Очень деликатный вопрос и тонкий вопрос, и он связан опять с тем, что мы касаемся вот действительно сакральных моментов, связанных с устройством человеческой души. Ведь говоря о возможности человеку преодоления своей, скажем так, порочности для того, чтобы раскрыть себе вот эту вот чистоту, заложенную изначально, чистоту добродетелей, человеку дан инструмент от Бога, который именуется как совесть. А совесть, вот по определению святителя Игнатия Брянчанинова, это инструмент для развлечения добра и зла. И при том условии, когда этот инструмент, его можно назвать зеркалом, он находится в исправном состоянии, человек обладает способностью к естественному развлечению добра и зла. И это мы наблюдаем вот у молодых людей, так называемых целомудренных. Вот почему мы всегда восхищаемся молодежью, иногда не всей молодежью, но вот молодежью, которая, собственно говоря, воспитана в нравственных традициях, в духовных традициях. И до, скажем так, вступления вот в семейные отношения, человек как бы сохраняет целомудрие. И молодым людям свойственно очень обосновать. Откуда идет вообще юношеский максимализм? Оттуда, что у них чистая совесть, она еще пока не испорчена жизнью, не испорчена страстями, пороками всеми. И они, по сути, вот первая любовь, почему она так сильна? Потому что она, собственно говоря, раскрывается в человеке, пока он еще сохраняет свое целомудрие, естественную чистоту, Богом заложенную в нем. Потом уже, по мере развития, по мере, скажем так, его социализации, если можно сказать, когда он вкушает всех прелестей вот этого нашего мира, он открывает доступ ко всем порокам и всей грязи, которая в него хлынет. И после этого вот этот инструмент... И в том числе сталкивается с психологами, педагогами, культурологами, которые зачастую сегодня, а это понятно, что это, скорее всего, базируется как раз-таки на психоаналитической педагогике, психологии, говорят ему, что буквально прямым текстом, что ты должен избавиться от своей совести, от стыда, как говорят. Да, да, ты должен утвердить себя, ты должен идти по головам в достижении своей цели, ты должен стать лидером, достигай вот, урви то, что твое, стань хозяином этой жизни. То есть, по существу, это в корне неверный подход, который стимулирует эгоизм. Свобода должна к чему-то приводить, к хорошему. Мы понимаем, что если дать, собственно говоря, возможность людям проявлять бесконтрольно все свои слабости, страсти и привычки, то это приводит к зависимости. Ведь многие на сегодняшний день, те, кто вкусили свободы, теряют потом над собой контроль. Вот в чем опасность свободы. Ведь, например, алкоголик, который, собственно говоря, вот перешел грань свободы и сделал алкоголь собственной зависимостью и болезнью. Он готов бросить, а не может, а уже не может. Или наркоман, который решил попробовать наркотик, подумав, что а я попробую, у меня есть свобода, что хочу, то и делаю, завтра брошу. Но он не знает того, что будет с ним потом. И когда у него выработалась стойкая зависимость, он уже хочет, а не может. То же самое можно сказать и с похотью. Собственно говоря, ведь функция деторождения – это функция воспроизводства любви и продолжения рода. Нельзя ее превращать в индустрию секса и удовольствия. И многие, скажем так, впав в похоть, я имею в виду и свингерство, и индустрию сексуальных удовлетворений и прочих, настолько сильно становятся зависимы от этого образа жизни, что уже не могут от него отказаться. Вот в чем опасность свободы. В том, что она создает, по существу, неконтролируемую форму зависимости и разрушает человека. Меня очень впечатлила в свое время информация о существовании группы сайтов «Пережить.ру». И не только потому, что это 8, порядка 8, если не ошибаюсь, сайтов, 7 или 8 сайтов, которые являются психологическими сайтами, помогающими людям выживать и переживать те или иные критические ситуации, кризисные. То, что там работают священники и православные психологи, со всего мира консультируют людей, обращающихся через интернет. Михаил Игоревич Хосминский говорил о том, что 40 тысяч посетителей уникальных в день на этих сайтах. Меня очень впечатлило по-своему то, что группировка этих сайтов, она такая немножечко не совсем классическая для психологии. Это берутся жизненные проблемы, и вот такую классификацию я не встречал в психологии. Например, переживание расставания с близким человеком – это сайт «Пережить.ру». Потеря близкого человека – это «Мемориум.сайт». Тот, кто переживает последствия насилия – «Ветка Ивы». «Суицид – победишь.ру». «Смысл любви – реалов». «Болеемком» – интересный сайт. Не просто о болезни, а о как правильно относиться к своей болезни. Я не знаю, в светской психологии есть ли такие постановки. Я думаю, что их в такой форме нет, потому что группа этих сайтов родилась как ответ на запрос от самой жизни. То есть по существу эти сайты были рождены не от теории, а от практики. То есть сама жизнь заставила. Вначале, наверное, насколько я помню, был одним из первых открыт сайт «Мемориум.ру». Он один из наиболее популярных на сегодняшний день сайт о том, как переживать утрату. Там форум прекрасный, замечательный. Я являюсь также участником одного из этих проектов. Интернет, в частности, сайт «Русской православной психологии». И я работаю редактором форума «Русской православной психологии». Туда тоже обращается достаточно много людей с самыми разными ситуациями. А ведь на всех сайтах, эти сайты отличают одно качество, что они все посвящены, в первую очередь, христианскому подходу к решению стоящих проблем. Светская психология больше ориентируется на то, собственно говоря, какие проблемы являются платежеспособными. Ведь на сегодняшний день проблема смысла жизни, поиска смысла жизни, проблема горевания, проблема переживания – это проблема, за которую, собственно говоря, даже не всегда этично брать деньги с людей. За оказание – это по существу милосердие, это по существу гуманизм, это по существу душепопечения. Потому что помощь оказывается не только психологическая, а помощь оказывается душевная. И психолог выступает, если так можно сказать, связующим звеном. То есть в какой-то мере по существу заменяет священника, должен заменить, правомиран ли он брать деньги с людей, которым он оказывает духовную помощь и окормляет их. Может быть, в какой-то мере, можно сказать, в качестве пожертвования, но здесь уже чисто, скажем так, психологический подход найти, найти или академический подход, наверное, отследить очень сложно, потому что это уже область, плоскость духовной помощи. И вот поэтому эти сайты, они, наверное, и стали популярными, именно по той простой причине, что они восполнили вот эту вот нишу. То есть помощь оказывается совершенно бескорыстна. И на каждом из этих сайтов, кстати, работает группа специалистов, и на каждом сайте одним из консультантов являются священники. И вот на нашем сайте «Русской православной психологии», на котором работаю я, там есть два раздела. Один раздел для православных психологов, а другой раздел для священников. И когда у человека возникает проблема духовного порядка, духовного характера, он обращается к священнику за консультацией на форум. А когда проблема носит психологический характер, но нуждается именно в понимании православного психолога, тогда он обращается к психологу. И мне кажется, это тоже достаточно очень интересное такое новшество и интересная находка. Это на сайте «Русской православной»? Да, на сайте «Русской православной психологии». А какой адрес? Душа.дефис.ортодокс.ру Люди от светских психологов, поработав со светскими психологами, а потом обращаются к православным психологам. И вот видно, что человек не получил помощи, не смог преодолеть какую-то свою проблему. И это вот, ну, как-то можешь об этом? Могу. Дело в том, что таких обращений по существу почти половина. То есть люди действительно приходят к православному психологу не сразу, а после того, как обратятся несколько раз к психологам светским. И проблема их носит настолько такой деликатный, тонкий характер, разобраться в котором, как правило, светский психолог не в состоянии. Не в состоянии именно потому, что он не владеет вот этой вот методологией духовной работы, духовной практики. И на форуме есть достаточно много вот таких показательных ситуаций, которые описаны, когда, пройдя несколько психологов, человек получает помощь, вот ту, которую он ждал, именно вот внутренней помощи он получает именно или от священника, или от психолога православного. В моем понимании есть большая проблема одна. Она связана с тем, что психология сегодня в большом количестве штампует специалистов. Можно сказать, что существует целый поток, конвейер, который штампует психологов, но они не получают должной практики, они не получают должной глубины подготовки. Они набивают в себя свое сознание, ну вот этими стандартными шаблонными моделями, стандартными концепциями, Эрика Берна, транзактного анализа при работе с семейными проблемами, чем-то еще и так далее. Они будут специалистов, практиков зарубежных называть, и методы, которые на сегодняшний день популярны в светской психологии по ряду причин. Я только скажу одно, что невозможно подготовить грамотного психолога, специалиста за 4 или за 5 лет. Невозможно, потому что нужна практика. Там, где возрождается духовная культура или духовная традиция, и там в помощи психологов вообще приходится отказываться. Ведь психология, по существу, она работает именно в таких вот урбо-социальных мегаполисах, где люди оторваны от своих корней, от своей культуры, от своих традиций и находятся в таком жестком социальном прессинге, в стрессе. Вот там психологи востребованы. Но психолог приедет на деревню, там, где традиционный уклад, где все от души, ему там просто будет нечего делать. Поэтому нужно понимать, что психология, она действительно как специальность. Все проблемы разрешаются как бы само собой. Они разрешаются жизнью, сами собой. И, кстати, вот тоже интересная мысль. Психологии ведь не было. Многие века назад как-то люди решали свои проблемы без психологов. Духовники, да, были психологи, работали, в принципе, по существу роль психолога пополняли душепопечители, священники. То есть церковь брала на себя по существу все вопросы, связанные с душепопечением. А мы сегодня, уйдя, с чего мы начали разговор от категории души, перейдя к психике, по существу потерялись в этих лабиринтах психических проблем, в их многообразии. Но надо возвращаться к истокам, я так думаю, к нашим христианским истокам. И поэтому направление православной психологии и нравственно ориентированной психологии в настоящее время это крайне востребованное направление, именно практически.